Пап такой, я паслый. Вам нравится играть в автомобиль? Ну пусть целует на духу. Смысл в чем поцелуешь? Программ, я буду сейчас паслый. Всем привет, мои дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем прекраснейшем канале. Гениально все очень просто. Но это очень красиво, это высшая благодарность. Вот у меня было в жизни такие испытания, когда я наполнялся любовью. Я готов был ноги целовать. Кто это ощущение не пережил, вы многое пока еще не знаете, если вы это не пережили. Но это очень высокие чувства. Любовь окутывает, и ты в этом состоянии готов все шелкотно делать. Если у вас такого не было, я вам не сочувствую. Трудитесь, Бог, вы то говорите. Не будьте рабами страстей. Нам не надо многого для счастья, каждому индивидуально. Но будьте людьми, учите становиться людьми. Я так же учусь. Моя игра не закончена. Я так же сама в нее играю. И буду играть. Но трудитесь. Делать чьи одну работу, не поганить себе в духовном. Работайте водителем, не ругайтесь на людей. Работайте доктором, не ругайтесь на больных. Работайте учителем, не ругайтесь на детей. Вы это сами все избираете. Но если вы этим занимаетесь, уважайте всех и вся. Понимайте, что вы это делаете осознанно и сами. Продавец, продавай. Не обманывай. Сказал цену, продал. Нет, никакой не грех. Продавать все можно делать. Все, что мы делаем, только искренне. О, не купил. Да ты такой-то, такой-то. Зачем? Это же глупо. Не стоит. Такое делать. Да, страсти это то, что нас отдаляет от Бога, от Творца. Мы это должны понять. Страсти. Страсти это и есть человек становится рабом. Вот тогда он раб. Бог, но раб. Вот такой маленький рабочек побежал. Потому что он является Богом. И это забыл. Ну, ну, хочу то, хочу то, хочу то, хочу то. Ну, еще и нелегально. Хочу там тех перекосить, тех забрать. И золотом ложиться. И тут рак, оленозолотая он сидит. Это всего лишь металл. Человек хочет, чтобы ему завидовали. Чтобы возвышали. Побрякушек нацеплять. Так красиво, я согласен. Ну, иногда... Ну, под детские-то. Доспехи золотые. Обвешиваются, как колец, миллион. Зачем? Ну, я вас не осуждаю, у кого они есть. Мне тоже нравятся красивые изделия. Поймите. В моих словах иногда будет очень много противоречия. Потому что это большая капуста. Иногда я говорю одну информацию, могу резко перескочить на другую. А это другой левел. Понимание. И каждая тема, она будет очень индивидуальна. Ну, как это для разных уровней. Разных уровней людей, понимающих этот мир. Шести, пяти, семи, восьми классников. Иногда я говорю за седьмой, потом резко могу в третий переключиться. Тут информацию этот не понимает уже. Ты же говорил одну. Я говорю, ну да, извини, это... Но она работает. Но я могу прыгать так. Не будьте рабами страстей. Тогда вы становитесь рабом. И ваше все, как говорят народе, геморрой тогда у вас накапливается. И вы бежите в церкву. А потом еще задают себе вопрос, надо ли целовать им руки, ноги тут. В себе разберитесь. В своих желаниях. Счастлив ты или счастлива сейчас? Как у тебя сейчас настроение? И не бойтесь начинать с этого момента. С этой секунды. Скажите себе, я буду жить нравственно. Стараться уважать других людей, уважать жизнь, уважать природу, уважать другие интересы. Живите ювелирно, не обижая, избегая конфликтов. Потому что эту игру каждый будет заканчивать индивидуально. Все вместе ее не закончим. В семье семь человек, один закончит игру, второй еще будет учиться. Школу заканчивают одиннадцатый класс, другие еще учатся, а те поднимаются на уровень выше. Все не закончим. Но мы должны сказать себе, я готов, я готова. Начать с этой секунды. Жить нравственно. Я хотя бы попытаюсь. Это очень, очень нелегко. И тогда вам не надо будет целовать руки кому-либо. Когда вы будете жить нравственно, в уважении и принятии мира. То, что все, что делает Творец, это уже есть естественно, как говорится, заслуга за ваши дела. Вам сильно плохо? Значит, вы это сильно плохо заслужили. Не в этой жизни, так в другой жизни. Примите. Это вам тело дано таким, какое оно должно быть на эту жизнь. Возьмите себя в руки. Инвалиды, да! Не буду я слюни пускать. Возьмите себя. Сейчас очень много примеров есть, которые люди себя поднимают. И не надо рапотать. Коль дано такое, ну будьте сильными. Вы достойны этого. Поднимайтесь, занимайтесь. Тяжело. Вы можете. Я вас никого не осуждаю. Кто виноват, кто прав. Ну что вам дано уже? Несите. Сверх поднятой головой. Проблемы со здоровьем. Ищите пути. Ищите пути. Ищите, как вылечиться. Ищите, как восстановиться. Но опять же, все останавливается из головы. Из души. Вы только это решите в душе. Я буду никогда не думать ни на кого. А вот тот там здоровый. А вот тот больной. А вот тот хромой. А вот тот ему не дано там детей. А четвертому там дано детей. Уберите все. Поймите, что вы эту игру играете. Осознанно и добровольно. Примите то, что вы добровольно пришли в такое тело. Но вы всегда можете это все решить. Примите этот крест. Как говорят в христианстве. Православие. Вы взяли крест. Воплотились. Вы уже себя осознали. Все. Буду вышивать всю жизнь. Буду спортом заниматься. Я смогу. Да хоть на руках ходи. Есть примеры. Вучичи такие люди. С ограниченными возможностями. У них рук нет. А у всех, у многих, кто меня смотрит, у всех есть руки. Но вы это забываете. И говорите, работы нет. Ничего нет. У вас многие есть. Многие, кто меня смотрит. У вас глаза есть. У многих, кто меня смотрит. И уши есть. Учитесь использовать эти инструменты в жизни. Но только все через душу. Ради людей. Мы здесь служим. Каждый друг другу на этой планете Земля. Мы служим. Мы делаем подделки. Мы делаем инструменты. Мы создаем все. Только я этот диван не создавал. Но я очень благодарен тому, кто это создал. Это величайший человек для меня. Но я делал другое, чтобы у нас обмен происходит. И, соответственно, мы служим друг другу. Давайте служить уважительно друг другу. И любя. И тогда наша жизнь будет наполняться большей любовью. Большим уважением. И большей осознанностью. И принятием этой прекрасной жизни. Спасибо вам, дорогие мои друзья. Я вас люблю. Уважаю искренне каждого. Прекрасного вам дня и настроения. Подписываемся. Если надо, задавайте вопросики. Комментируйте. Что бы вам хотелось увидеть, услышать. Я запишу все лекции, потом их загружу. И там у нас начнется сообщение. Да будет на все воля Творца. Лешка, прием. Уважаю вас. Хорошее настроение. Лучше, чего впереди. Стоят по щучьим увелениям. Причащают. Мне надо не смеюсь и не осуждаю. Но мы можем быть травами своих страстей. Но многое пока еще не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует...